СМАРТ ПЛЮС Привет друзья! Решил приколоться и сравнить два телефона от компании Xiaomi. Уже старичка, но вполне бодрого Redmi Note 3 Pro и новую модель Redmi 5 Plus. Чему это сравнение? Просто стало интересно, сможет ли подягаться старичок с более новыми моделями в автономности, камере, звуке, ну и так далее. Плюс, как мы знаем, что Snap 650 немного мощнее и есть ли смысл его менять на более новый. Об этом мы узнаем в конце. По видео вы сможете сложить свое впечатление о том, как долго и надежно служат Xiaomi. Как у них с экранами, батареями, оболочкой спустя почти 2 года. Он пережил многое, его даже находили чужие люди после утери. Он валялся в снегу, промокал, но все еще прекрасно работает. И это легендарный Redmi Note 3 Pro. Ну и против него молодой, полон сил и энергии Redmi 5 Plus. Ну-с, начнем пожалуй с предыстории. Купленный Redmi Note 3 Pro был на Алиэкспресс по цене 160 с копейками долларов. Что тогда, что сейчас покупал с кэшбэк. И гляньте, сколько уже наэкономил. Тема рабочая, поэтому рекомендую и вам. Ссылка на этот сервис от Letyshops, а также лучшие цены на Redmi 5 Plus будут в описании. Сейчас за эти деньги можно как раз взять Redmi 5 Plus, потому с ним и сравниваем. Тогда еще не было европейской версии Redmi Note 3 Pro с приставкой SE, той, которая чуть длиннее. Потому тут зарядка китайская, а вот шнурок пострадал в результате атаки хищного зверя. Но, тоже работает прекрасно. Это одна из первых азиатских версий. В то время этот смартфон был хитом продаж. И основных причин тому две. Железо и цена. Эксплуатируется данный телефон моей женой, которая очень любит сидеть в инстаграме и смотреть ютуб. Свои деньги он уже давно отработал. Носился в чехле и с защитными стеклами. Потому сохранился отлично. Хотя местами, конечно, есть потертости. А пластиковые вставки, хоть и не критично, но поскрипывают. Однажды она его потеряла. Он выпал из кармана куртки в снег. Дело было вечером, когда было уже темно. Но какие-то люди нашли его. А разблокировать то никак. Ведь тут есть сканер отпечатка пальцев. Ну и, конечно же, Mi Account. Когда обнаружили пропажу, сразу начали звонить на него. Но трубку никто не поднимал. Потом стандартными средствами Android при помощи ПК отследили его местонахождение. И написали на экране блокировки, что знаем где телефон. И пригрозили полиции. И, о чудо, трубку сразу взяли. Телефон мы забрали, дав символическое вознаграждение. Хотя, если бы его не трогали, мы бы отследив и так забрали бы его. Телефону пришлось полежать в снегу. Упал, видимо, USB портом вниз. И через некоторое время перестал заражаться. Почитал, что возможно поменять платку microUSB. И все будет окей. Но заказывать из Китая и ждать не хотелось. Потому понесли к мастеру. Но мастер оказался еще тот... Ммм... Ну вы поняли. И на следующий день после ремонта, который он оценил 15 баксов, телефон опять перестал заряжаться. Платку он не менял, лишь немного почистил. Отнесли повторно. И с тех пор он работает без проблем уже довольно долго. Так что вывод можно сделать такой. В Xiaomi недорогие запчасти, а в ремонте он неприхотлив. Ремонтопригодность хорошая. Так что отремонтировать можно на любом шагу. Потому переплачивать за гарантию треть стоимости в магазине не стоит. Ну, конечно же, по моему мнению. Если боитесь, берите в магазинах. Но можно заказать из Китая и все будет окей. Дальше. Оценим батарею. Как она деградировала за это время. Изначально было 4000 с лишним миллиампер. Сейчас емкость батареи уменьшилась до 3200 с лишним миллиампер. И этого до сих пор хватает на день использования. Как по мне, неплохо. Конечно, если не выпускать с рук, то может и нужно будет подзарядить немного днем или вечером. А так, в общем, батарея качественная. Телефон обновился до MIUI 9. Работает и открывается все очень быстро. Никаких тормозов. Как новый телефон, что очень радует. А вот Android остался шестым. Потому тут, например, нет функции раздвоения экрана. Как в более молодых версиях с седьмым Андреем. А ведь функция нужная. Иногда бывает не хватает 32 гигабайта памяти. И если всего уже под завязку, может подлагивать и ругаться, чтобы очистили память. Все же со временем и фоточки, и вайбер, и так далее забивают ее. Периодически нужно чистить. И сейчас лучше, конечно, если брать новые модели на год, два, а то и три. То лучше будет на 64 гигабайта. По поводу экрана. Тут не появилось за это время никаких пятен или засветов. Все отлично. Качество радует. Да и в общем, за эти деньги покупка оправдала себя с лихвой. Ну что же, теперь давайте сравним их. И начнем с внешности. Redmi 5 Plus у нас только из коробки. Свеженький. Обратите внимание на цвет. Вживую даже лучше, чем на видео. Redmi 5 Plus чуть повыше. 158,5 мм против 150 в Redmi Note 3 Pro. Экран тоже больше. 6 дюймов 18 к 9 против 5,5 дюймов 16 к 9 у Redmi 3. Как видим, верхние и нижние рамки в Redmi 5 Plus уже. По ширине экраны одинаковые, а боковые рамки тоже. Углы в Redmi 5 Plus скругленные, в отличие от Redmi Note 3 Pro. Тут уже дело вкуса. Кому как нравится. Но Redmi 5 Plus соответствует современным трендам. Заметим, что на экраны кнопки чуть отъедают полезные площади экрана в Redmi 5 Plus, в отличие от 3 Pro. Но у молодой версии кнопки расположены удобно и прячутся когда нужно. В играх можно смело держать за нижние рамки, не боясь нажать кнопку. Углы обзора, цветопередача и контраст примерно на одном уровне. В Redmi 5 Plus экран теплее на белом фоне. На черном фоне Redmi Note 3 Pro имеет более синеватый оттенок. Но это не от модели зависит, а от рандома от Xiaomi. В разных телефонах в рамках одной модели могут быть немного по-разному откалиброванные экраны. Но это не проблема, в настройках все можно подрегулировать. Если смотреть видео в YouTube, то у Redmi 5 Plus есть полосы по бокам, что можно отмасштабировать, но немного обрезав сверху и снизу. В Redmi Note 3 Pro не нужно ничего менять. Зато при просмотрах фильмов и в играх, конечно, будет удобнее Redmi 5 Plus. Как видим, по толщине Redmi Note 3 Pro немного толще. Пластиковые вставки есть у обеих аппаратов. В целом, о внешности судить, конечно, вам. Мне нравится, что Xiaomi стали делать динамики на нижнем торце. Звук не перекрывается. Сам звук из внешнего динамика чуть более понравился по частотам в молодой версии. Тут он более глубокий. Но в наушниках больше понравился Redmi Note 3 Pro. Слушал оба аппарата в вакуумных наушниках Mi Airphone Basic. И в закрытого типа от Panasonic. Во-первых, запас громкости у 3 Pro выше в обеих типах наушников. Во-вторых, если взять наушники Mi Airphone Basic, кстати, неплохие, могу советовать. То без пресетов и настроек звук более крутой и громкий в Redmi Note 3 Pro. Но стоит в Redmi 5 Plus испробовать несколько пресетов, звук стаёт таким же клёвым. Так что рекомендую попробовать. Касаемо камеры, основная в Redmi Note 3 Pro немного утоплена в корпус. 5 Plus за счёт тоньшего корпуса чуть выступает. Но с чехлом комплектным царапаться не будет, поскольку встаёт вровень с корпусом. В самих камерах прогресс ощутим, конечно. Что фронталка, что основная в 5 Plus снимает намного лучше. Оцените сами. Видео тоже Redmi 5 Plus пишет намного лучше. А частота кадра в недостаточно освещенном помещении так не падает. Так что тут пятёрки однозначно плюс. Из особенностей у Redmi 5 Plus появилась вспышка спереди. Что немного улучшит селфи в недостаточном освещении. Оба аппарата на 32 гигабайта. У обоих 3 гигабайта оперативной памяти. MIUI 9 на борту. У Note 3 Pro Snapdragon 650. И он даже мощнее 625 снапа, который установлен в Redmi 5 Plus. Но он проигрывает в энергопотреблении. Ведь выполнен по уже устаревшим 28 нм техпроцессу. А в Redmi 5 Plus более современный. 14 нм. К примеру, играя в танки на Redmi Note 3 Pro, нагрев будет более существенным, чем на Redmi 5 Plus. Протестировав их некоторое время, да. Разница в нагреве есть. И не в пользу Redmi Note 3 Pro. Также под нагрузкой тоже увеличивается энергопотребление. И батарея ощутимо быстрее тает у Redmi Note 3 Pro. Давайте теперь определим, кто быстрее. Протестировав парочки бенчмарков. И потом же заценим, как они ведут себя в обычном использовании. Итак, поехали. Для начала, Antutu. Как вы успели заметить, Redmi Note 3 Pro прошел тест гораздо быстрее. И набрал почти 95 тысяч баллов. Тогда как Redmi 5 Plus набрал почти 77 тысяч баллов. В принципе, это неудивительно, так как мы изначально знали, что процессор в Redmi Note 3 Pro немного мощнее, чем в Snapdragon 625 и в Redmi 5 Plus. Поехали дальше. Посмотрим разницу в Geekbench. В этот раз все меняется. Как видим, что Redmi 5 Plus закончил тест быстрее. Ну и смотрим на результаты. Redmi Note 3 Pro победил в сингл-коре. В мультикоре же победил Redmi 5 Plus. Вот вам и ответ. Синтетика синтетикой. А теперь давайте к практике. Именно на практике мы сможем расставить все точки над И. А давайте-ка одновременно запускать одинаковые приложения и посмотрим, как телефоны справляются с этим. Синтетика синтетикой. Синтетика синтетикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вы все видели сами. В обычном использовании они плюс-минус на одном уровне по скорости, а местами Redmi 5 Plus показывает себя лучше. Но и потягаться Redmi Note 3 Pro еще может. Это тот случай, когда мощность и начинка за эти деньги опередила свое время. В итоге один плюс в процессоре нашего старичка по сравнению с Redmi 5, он тянет танки на чуть высших настройках, хотя разницы вы особо и не заметите. Зато жрет батарею под нагрузкой заметно больше и греется, так что все-таки молодой побеждает в общем. Если подытожить коротко, то менять можно, поскольку как плюс. Камеры, дизайн, расположение внешнего динамика, толщина, широкоформатный экран, хотя это и не для всех плюс. Ну и дольше живет, поскольку процессор 14 нанометров, он более экономный в Redmi 5 Plus. Но стоит отметить, что и старый конь тоже борозды не испортит. И так как он летает сейчас, его еще хватит надолго. Пользоваться можно без проблем. Ну и вот, совсем скоро, можно даже сказать, уже есть в продаже Redmi Note 5. У него из отличий уже две камеры сзади и отличный процессор Snapdragon 636. Хотя и стоить он будет, конечно же, больше. На канале обязательно будет обзор и сравнение с Redmi 5 Plus. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. А с вами был Smart Plus. Ставьте лайки и всем пока, друзья!